Испанская музыка Испанская музыка Не только испанский, но такой цыганско-испанский футбол Но композиторы профессиональные в Испании не появлялись вплоть до начала XX века И поэтому те три композитора, которые возродили фактически испанскую музыку Стали ордо себя называть композиторы нового испанского возрождения, Риносимьянту Все они учились в Барселоне в консерватории у одного педагога, Филиппа Педреля И все они проделали очень значительный путь по возрождению испанской музыки И все шли одинаковым путем Сначала они собирали испанский фольклор Затем они стали осваивать технику музыкального языка той эпохи Для них самой современной техникой стал импрессионизм И поэтому очень часто многие говорили, что было три центра Риносимьянту Испанского Мадрид, Барселона и Париж Потому что многие из них учились и работали в Париже Альвинис, например, и Гранадес Ну и наконец они стали создавать подлинные испанские произведения Освоив технику современную и передавая дух испанской музыки Что это за дух? На фестивале Канты Хонда Гарсио Лорко замечательно сказал об этом Везде в Испании, где хотят похвалить какое-то искусство Восклицают Оле, тут есть бес И он говорит о том, что испанское искусство всегда вдохновлялось бесом Но это не тот лютеровский черт, которого Лютер бросал чернильницей, как вы помните И это не какой-то изысканный французский Мефистофель А это народный демон, который очень близок к древнегреческому демону То есть символ той творческой силы, которая вдохновляет всегда художника И Гарсио Лорко рассказывает в этой своей речи замечательную легенду Замечательную историю об этом испанском бесе Он рассказывает о том, как соревновались в танце Фламенко Где-то в одной испанской провинции Множество молодых девушек И победила их всех старуха Древняя старуха, которая почти не двигалась Она только поводила плечами, как-то головой Но в ее движениях был вот тот самый старый дряхлый бес Который продолжает жить все время в искусстве И, конечно, вот этим бесом, этим дуэндо Другое название, именование этого беса Вдохновлялись все испанские композиторы Когда они создавали свои виртуознейшие произведения Для гитары и для фортепиана Сейчас мы услышим фантазию Мануэля Дефали Которая называется Бетика Бетика — это древнее название римской провинции Находящейся на Пиренейском полуострове Это вот Дефалия Портрет Дефалия Как раз периода, когда они вместе с Гарсиолоркой Придумали этот фестиваль Проводили его в Испании Бетика — древнее название Андалусии Области в Испании И мы услышим здесь и какое-то лязгание, может быть, древнеримского оружия Мы услышим вначале И гордую поступь испанских кавальеров И когда закончится эта фантазия Если она будет сыграна хорошо Мы все можем воскликнуть Оле! Тут есть бес! Исполняет фантазию Бетика Вениамин Смаган АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 КОНЕЦ А теперь мы переходим опять во Францию, хотя композитор, чьей музыке будет посвящена вторая половина, композитор был наполовину испанцев. Его мать происходила из древнего испанского рода, северных испанцев, басков. И отец его был жвейцарским. Родился он в Сибури, на границе Франции и Испании, и звали его Марис Равель. Марис Равель соединил в своем характере противоположное начало. От отца ему досталась аккуратность, целеустремленность, строгость. О нем Стравицкий Равель сказал так иронически. Равель точен, как швейцарский часовщик. И он действительно всегда точно рассчитывал все свои произведения и все эффекты произведения. В отличие от Дебюси, он никогда не создавал такую как бы импровизационную материю в своих фьесах. И даже те, которые кажутся нам импровизациями, очень точно рассчитаны. А от матери ему достался невероятный и очень мощный темперамент. Темперамент испанский, который проявляется в его музыке. Ну вот, Равель сразу же, как только он появился на небосклоне французской музыки, это было в начале 20 века, заговорили как о втором Дебюси, как о втором импрессионисте. Но Равель очень не любил эти сравнения. Он говорил, что он не хочет быть вторым Дебюси, он хочет быть первым Равелем. И в его творчестве действительно мы видим несколько иные, чем у Дебюси черты. Вот эта строгость, этот неуемый темперамент. И даже тогда, когда Равель обращается к образам, заимствованным как будто бы из арсенала импрессионистов, у Дебюси он дает совершенно иную трактовку. Сейчас мы с вами послушаем пьесу молодого Равеля. Эта пьеса входит в цикл отражения, и она создана под явным влиянием компрессионизма Дебюси. Но уже в этой пьесе мы ощутим какую-то особую, неизбывную тоску, которая характеризует Равеля, в отличие от гедониста Дебюси. Он всегда, даже в самых своих светлых пьесах, в светлых произведениях, очень грустен и печален. Эта пьеса называется «Печальные птицы». Исполнит ее дебютантка наших концертов Эмилия Александровича. Пожалуйста. Исполнит ее дебютантка наших концертов Эмилия Александровича. Эмилия Александровича. Эмилия Александровича. Эмилия Александровича. Эмилия Александровича. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 Продолжение следует...